Приветствую. Меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о том, как научиться телепатии. Телепатия — это способность передавать мысли на расстоянии. Причем эта способность доступна практически всем. Ведь вы замечали, что в некоторых случаях удается угадывать мысли людей, не прикладывая особых усилий. Поэтому научиться телепатии вполне возможно. Знакомо ли вам чувство, когда вам просто не нравится другой человек? Вы интуитивно чувствуете неприязнь к нему, даже не осознавая этого. Дело в том, что узнавая другого человека, вы как бы стараетесь проникнуть в его внутренний мир. Это называется настройка. А так жить с мыслями. Настраиваясь на другого человека, вы можете узнать о возможных негативных намерениях с его стороны. Как же это правильно сделать, дабы уберечь себя от возможных неприятностей? Первое. Для начальных тренировок вам необходимо условиться с партнером о том, что вы будете передавать ему свои мысли. Второе. Когда вы этому научитесь, то сможете уже работать и с посторонними людьми. Третье. Выберите удобную для вас позу. Выпрямите позвоночник. Он должен быть вашим продолжением по направлению в космос. Расслабьтесь. Представьте себе канал, который соединяет вас с открытым космосом. Держите его в сознании. Четвертое. А теперь представьте себе образ человека, которому вы хотите передать свои мысли. Для этого используйте методику внутреннего диалога. Но само сообщение должно быть четко сформулировано. Например, вы можете представить свою мысль в виде некоторого информационного шара, который проникает в сознание другого человека. И пятое. Попробуйте передать этот шар другому человеку. Практикуйтесь. И все у вас обязательно получится. У людей с уверенностью, говорящих о возможностях телепатии, есть точные рекомендации по обучению чтению мыслей и навыков телепатии. Прочитать мысли – это обменяться энергией. Надо лишь направить эту энергию именно на чтение мыслей людей. Но как? Помните, выражение о том, что все мысли материальны. Это доказывает теорию о том, что все мысли находятся в одном информационном поле. Ведь бывает иногда, что разные люди или люди, находящиеся в разных местах планеты, видели одинаковые сны о каком-либо случившихся позднее событии. Объяснения вещим с нам дают такие же. Главная задача стоит в том, чтобы уловить из общего энергоинформационного потока мысли конкретного человека. Концентрация – это чудесный способ попытки обучению мыслей людей. Еще древние йоги из Индии создавали различные дыхательные упражнения, медитации и прочее. Сначала потренируйтесь на близком вам человека, чтобы в дальнейшем вы смогли прочесть мысли даже абсолютно незнакомого человека. Первое, что необходимо сделать – научиться управлять сознанием. С помощью медитации и прочих техник расслабления постарайтесь добиться состояния идеального покоя разума. После выполнения первого пункта вы поймете, что даже когда вы абсолютно спокойны, мысли в вашей голове продолжают существовать. Мозг не перестает работать. Научитесь управлять своими мыслями. Чтобы это сделать, создайте в своей голове вакуум бесконечную тишину. Благируйте любые мысли и попытки их создания вашим сознанием. Опыт поможет вам отключить поток мыслей на долгое время. Овладели этим навыком, переходим к следующим упражнениям. Найдите помещение, которое не будет пропускать извне шумы. В закрытом пространстве любая мысль может создать колебание энергии. Это утверждают физики. Найдите подопытного, пусть он подумает о каком-нибудь событии, которое произошло недавно и в котором вы только принимали участие. Партнер не должен сообщать события, о котором думает. Он должен сидеть в удобной позе, не отвлекаясь на посторонние звуки. Сядьте около него, расслабьте сознание, тем самым подготовив его. Процесс медитации не должен быть излишне долгим, так как подопытный устанет вас ждать. Пусть ваши мысли станут свободными, а в сознании появится тишина. Постарайтесь уловить направление мыслей партнера. Через некоторое время вам станут являться фрагменты событий. Убедитесь, что они не плод вашей фантазии. Когда вы поймете, что примерно показывает картинка, и убедитесь, что они пришли извне, обсудите увиденное с партнером. Обычно такое упражнение необходимо повторять некоторое количество раз, до того, как вы полностью сможете расслабиться и концентрироваться на мысленных образах другого человека. Со временем партнер сможет уходить на любые расстояния и думать о совершенно разных вещах. Нужно только освоить это упражнение, а дальше будет намного легче. Вредна ли телепатия? Нет, телепатия не вредна, так как не растрачивает внутренние невосстанавливаемые ресурсы организма. Иногда после занятия может болеть или гудеть голова с непривычки. Это происходит из-за перенапряжения во время сеанса. Польза от телепатии. Польза от телепатии сложно не заметить. Во-первых, она помогает сконцентрироваться и научиться отключаться от внешних раздражителей самому человеку. Во-вторых, в экстренных или угрожающих жизни ситуациях вы сможете прочитать мысль людей, лучше сориентироваться. В-третьих, для людей, занимающих высокие должности или бизнесменов, эта техника телепатии незаменима. К тому же это необычайно интересно. Итоги Многое в нашем мире нельзя объяснить простым логическим языком, тем не менее оно существует. Так же с телепатией сверхспособности кажутся нам сказкой, тем не менее есть люди, которые обладают этой техникой. У них получилось и у вас тоже получится. Если вы взяли для себя что-то полезное в этом обучающем видеоуроке, ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.